привет у нас новый день и хочу вам что рассказать мы сидим без света света нет уже вторые сутки мы вообще в шоке потому что у нас нет ни воды в доме весь какой у нас у нас запас был воды вот через гидроаккумулятор мы уже естественно его израсходовали то есть нет возможности нормально не помыть посуду не приготовить поесть то есть представляете да единственный только котел газовый но он подает тепло наверх туда на второй этаж там более-менее а здесь естественно полы отключились насосы не работают там в середине села я уже позвонила знакомой она сказала что там в середине села свет дали еще вчера по моему да еще вчера утром им дали свет у нас света до сих пор нету мы уже звонили в мчс звонили и ну свой местный рез все ссылаются на то что ведутся работы ведутся работы ну и как бы сколько эти работы будут длиться мне просто вопрос большой да а в школе даже вчера их отпустили пораньше потому что в столовой тоже не было воды но сегодня сегодня они нормально будут учиться то есть у них сегодня вода есть в общем это какой-то кошмар друзья товарищи поэтому мы сейчас задумываемся на таким вопросом как покупка еды этого как его зовут ну вот этот заводится от бензина генератор в общем покупки генератора а это друзья 25-30 тысяч рублей вот она нам надо сейчас до тратить такие деньги в общем я вообще в шоке и муж сказал если сегодня к вечеру не дадут нам свет я вот буду звонить в москву в главные главному этому по мчс в общем вообще катастрофа воду естественно ездим соседнюю колонку брать хотя бы вода есть это слава богу ну в общем вот такие вот у нас дела я конечно расстроена и так как нет света в доме я вообще не могу не видео теперь выложить поэтому как бы заметили да что два дня уже нет роликов может быть даже три дня вот и сейчас я иду на улицу чистить завалы потому что у нас реально снегопад причем снегопад а вот такой вот он идет уже вторые сутки напролет не прекращается то есть у нас вот по идее позавчера была осень и утром сразу мы проснулись вот такая вот у нас шапка снега у нас зима так что новогоднее настроение да пошла на улицу в общем моя задача расчистить вот эту часть снега я уже тут со вчерашнего дня колдую не самую головную машину гаражи действительно вот эта часть снега здесь примерно 100 квадратных метров мне нужно все это прочистить потому что должны заезжать обе машины и в общем давайте уже начнем вот вам друзья прелести частного дома зимой самый настоящий фитнес берем лопату и вот так причем причем мы звоним туда насчет света они знаете как разговаривают с нами типа надо выбирать когда строите дом какой у вас будет ну водоснабжение там или отопление чтобы электрия от электричества не зависеть вот вот так разговаривают понимаете то есть вообще беспредел в россии творится я должна еще до думать о том что вдруг вы мне свет на двое суток отключите да и я должна буду думать я понимаю что каждый сам за себя да вы хотя бы разговариваете нормально вы хотя бы так не отвечаете вообще уже охамели просто меня вообще возмущена и благо у нас дом такой да как термос то есть у нас реально отопление только на второй этаж это чуть-чуть там она еле теплые батареи вот и в доме держится 24 градуса это вот за считай полтора с полтора суток прошло вот и и на улице еще нету такого мороза а если был вот допустим минус 20 до чё тогда не знаю генератор по-любому тут генератор продукты мы вот так храним на балконе в корыте вот потому что холодильник уже все там все продукты теплые вообще теплые а морозильная камера там кое-как еще все держится вообще вот уже остывает просто холодно я не знаю скоро и морозилки все потечет а здесь у меня вот и грибы но пока вот видите клубника уже потекла мягкая в общем вообще кошмар причем это по селу только вот та улица наша почему-то эта сторона именно обесточена в общем кошмар ребята кошмар 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 но я зато фитнесом позанималась на улице лопаты поработала вместо фитнеса да у нас так видите своем доме снег почистить можно размяться как говорится пока делать нечего ну и в общем вот такие вот у нас дела о аллилуйя друзья нам дали свет круто вероненька уже пришла из школы играет и надо мне чуть-чуть почистить все ворочишь да не сидит у колготки намочишь все классно лишь как если угроб за два дня за полтора даже башку не ударишь папа наш колеса меняет давай вставай давай скорей а то промокнешь на держи снимаешь маму ты что делаешь валяешься что ли а чудик я твоей лопаткой маленькой ладно поработаю можно да почему-то жданно потому что мы ее не ждали она пришла круто так давай тут больше снега поэтому тут будет мягче давай раз два три ой тут мягко мягко давай вставай а то заболеешь не надо лежать вставай скорей давай о какой он эй отпечаток человечка эй а ангел где я хочу ангела а раз два три ну ударилась нет 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 ух ты нет ух ты нет что пойдем ну хватит я у сугроба пособрала уже режем режем манго режем манго ты чё не можешь ты чё не можешь ты чё уже может нам надо видеоролик посмотреть как манго открыть нет а там всё косточка да это же авокадо как будто бы может он авокадо папа купил да давай ты силами напрись ой слава богу не прошло полчаса холода не до конца только бедненький вы только посмотрите на это семя от манго это такое прикольное он похож на ну во первых он недозревший он хрустит сильно манго должен быть красным вообще с красным бачком да а он зеленый он недозревший вообще он мягкий должен быть так в общем нам свет дали аллилуйя ура у нас теперь дома тепло есть и вода в общем на такой вот позитивной ноте я буду с вами прощаться давайте до завтра ура Субтитры сделал DimaTorzok